Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Перезлам. И сейчас я хочу подвести с вами итоги 8 туров чемпионата России 2024-2025 итоги сезона столетия для Зенита, в котором Зенит идет единолично, наверное, на первом месте. Зенит съездил к ЦСКА в гости и вопреки ожиданиям некоторых столичных экспертов вернулся с полным багажом очков 3 из 3, возможно. Качество игры, конечно, оставило желать лучше, но самый главный результат 3 очка есть, теперь Зенит набрал уже целых 20 очков за 8 туров ровно столько же, сколько было в сезон 2022-2023. очень недурные показатели, очень хороший ход по дистанции, и только подобный ход локомотива Краснодара позволяет еще как-то говорить о чемпионской интриге. Обычно Зенит с такими показателями шел был, ну, достаточно серьезным отрывом от всех, и это пояснили чемпионские показатели. Краснодар сейчас выдерживает, к слову, такой же график, какой был в сезоне 2022-2024. чтобы вы понимали о том, как идет Краснодар и как идет локомотив. Зениту приходится удерживать достаточно существенное давление, но если он продолжит в том же духе, если Глушенков после восстановления травм покажет такую же игру, как в первых турах, то даже вот таких раздухарившихся быков и даже вот таких раздухарившихся лохомотов сбросит с плеч. Почему? Потому что локомотивы играть со Спартаком через тур, а Краснодару опять же через тур играть с Зенитом. И я вообще не удивлюсь, если Зенит выиграет как у Факева в следующем туре, так и у Краснодара через тур. Но, честно говоря, ощущение такое, что в Краснодаре будет очень непросто. Краснодар будет биться не просто за промежуточное первое место в этом сезоне. Краснодар будет очень настроен взять реванш за сезон предыдущий, когда мы на самом фолошке, на самом финише, в самом последнем туре за 5 минут до конца лишили Галецкого первого чемпионства в истории. По факту, если бы не было Артура, если бы не рикошет от Песнякова, то Краснодар все-таки вырулил бы на первое место. Это было бы нелогично, это было бы с показателем всего лишь 56 очков, но победителя, как известно, не суют. И Краснодар, разумеется, возносили бы. Гения Галецкого возносили бы. Почему? Потому что стал бы чемпионом. Возносили бы, разумеется, Ростов. Зенит не возносили. Почему? Потому что это Зенит. И сейчас ничего удивительного нет в том, что, опять же, второй тур подряд никого из Зенита не выбирают в сборную тура матча премьеры. Мне так-то вообще пофит, просто это не объективно. Лусяна Гонду забил во втором матче чемпионата подряд. И во втором же матче чемпионата подряд Лусян Гонду забил победный мяч. Но выбрать его сборную тура... Я что, новым какой-нибудь, Кевин из Ньюкасла, выбирать Лусяна? Я лучше выберу Сахархизана из Оренбурга. Из Оренбурга, да. Я лучше из газовика выберу. Из двух зол самое меньшее. А вообще, на самом деле, боты, вы меня просто смешите. Вы такие все принципиальные, такие против газа, против Газпрома. А выбирайся из газовика. Лохи. Просто конченые, обиженные лохи. Не чтобы признать, да. Как раз Глушенковым признавали, потому что, блять, вас к стенке приперли. И ничего иного не осталось, кроме как признать, что Глушенковым действительно топ. Глушенковым выбирали, а теперь Лусяна... Да ёбывайтесь до фамилии. Только это и остаётся делать, потому что Лусяна приносит результат. И не даёт ни одной из ваших помоек даже поравняться с Зенитом. Несмотря на все эти ваши победы, великие, на последних секундах. А Зенит всё равно не сдаёт ни пять. А почему? Потому что это Зенит. Потому что Зенит снова вернулся в то состояние, когда большая матча доводит до победы. Потому что Зенит и есть Лутышонок. Потому что в Зените был Глушенков и есть Лусяна. Который Гонду, который Гандоу. Гандоу, как это весело. Давайте поржу. Только в таблицу глядите. Вам от этого веселее не будут. В Зените как было, преимущественно конкуренты. Бельвины просто. По очкам, по ходу, по менталитету. Так оно и осталось. Да, конкуренты хороши. Но Зенит тоже штык был. У Зенита шесть побед. Шесть. Две ничьих. Ноль поражений. И всего лишь один пропущенный мяч. И вам с этим смириться будет очень непросто. Но если мы обыграем факел и краснодар, у вас с этим придется смириться. А мы можем обыграть как факел, так и краснодар. Хотя в краснодаре я, честно говоря, не уверен. В факеле я и то не до конца уверен, потому что факел будут в автобусе стоять в ёбаном. Но в краснодаре я не уверен. Тем более тем менее вот по этому отрезку, по этим восьмидорам, Зенит выше всех. Выше всех единолично. Никакие батраковы, никакие спиртяны, никакие кордбы, никакие тюкавины, никакие караскали, макаровые. Не дают вам, гниды, даже поравняться с Зенитом. Вот так. Сосите, не плачьте. Кстати, о караскалих. Динамо тут выдал флужбек из прошлого сезона. Героически на последних секундах победил Ахмат. 4-2. Макаров герой нацин. Гамалю прессил на травму, и теперь Макаров вместо него. Динамо, вы днище. Вы как пропускали, по два, по три. Так пропускает до сих пор. То, что у вас хватает, ищу я из побеждать такие матчи 3-2, 4-2. Но это может дастся перевес в борьбе за тройку, но не с золота. Я очень хочу верить, если нет золота. Хотя я пиздец, как боюсь. Я никого еще так не боялся, как Динамо лички. И до сих пор. Нет-нет, дачку жим-жим. Но все равно Зенит с каждой новой победы показывает, в первую очередь, самому себе, что он умеет справляться с мусором. Он умеет справляться с паровозом. И он умеет справляться с Краснодаром. И еще одна-две победы. И мы вообще больше не будем ни почему загоняться. Сейчас только очень прошу, ребят, сбросьте себе это дерьмо. Сбросьте и не подпускайте больше ни на шаг. Да будет так. Спартак, кстати, мы уже сбросили. Пять очков отрыв. Пять. А кто еще совсем недавно пиздел относительно того, что Барка в соло разъебал бомжей и Барка достойна быть чемпионом России? Где был ваш Барка вчера? Где ваш Барка против Динамо Махачкала? Уже второй матч подряд Барка сосет хуй. Барка сосет хуй у Дагестана. Что в Кубке 0-1? Что в чемпионате 1-1? Литвинов, ты че делал? Барка, ты че делаешь, разыгрывая мяч от своих ворот? Вчера Кузьмич предъявлял непогрешеному Станковичу за то, что Спартак играет в говно. За то, что Спартаку никого не подвезли. А я говорил, я говорил вам, свинки, что если вам кроме Барки никого не повезут, будет говно, говно, кончилось с самого первого матча, с самого первого матча. Хотя Динамо и Локомотив, они меньше, играют в автобусы, больше будут позволять. И Барка, 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 Барка может зарешать. И, конечно, я все еще боюсь. Я все еще боюсь Барка, потому что он, сука, реально топ. Но с каждой новой победой, с каждым новым успехом, я боюсь вас все меньше и меньше. И если повезет, если в натуре подфартит, если Зенит снова будет играть в такой же футбол, как игра в первых турах, то я вас уже бояться не буду. Матч в Краснодаре на самом деле очень на многие вопросы даст ответ, равно как и матч с Факелом в Питере. Но в большей степени именно матч в Краснодаре, если Зенит его пройдет смело, если Зенит в нем победит или если даже хотя бы сыграет достойную результативную ничью, если много забьет, ну если по минимуму пропустит, то можно сказать, что это чемпионская команда, потому что мы уже сломали мусор 1-0, даже несмотря на пенальти, даже несмотря на Гамалё, мы сломали ЦСКА, точно так же 1-0, несмотря на Николича, непроходимого, автобусного, несмотря на легенду Акинфеева, и мы сдержали ваш неудержимый Спартак, милой Моджо мы сдержали, который нахуй никому не нужен, почему нахуй никому не нужен, ведь на праздновании десятилетия стадиона Спартака так много людей собралось, так много идей по пелу Максим, а где вы были в дни матча Спартака, почему в рейтингах самых популярных клубов Восточной Европы лидируют из российских клубов Зенит и Краснодар, где ваш Спартак, почему на вашем матче из 42 тысяч человек возможных, ну хорошо, допустим, из 25, допустим, ваша фанатская трибуна закрыта, и вы не ходите из принца, почему на оставшихся секторах половина трибун в субботу, почему только 10-15 тысяч ходят на Сидеон, где посещаемость на матче чемпионата России, где, блядь, даже на кубок посещать, где вы, свиньи, чего вы только на Максим ходите, чего вы только на открытие стадиона ходите, где вы на чемпионате, нет вас на чемпионате, а почему нет, потому что Спартак самый популярный клуб России, а потом не обижайтесь, просто не обижайтесь, когда говорится, что в рейтингах Зенит популярнее всех, бесплатные билеты, на которые вы так любите проводить стрелки, уже давно не раздают, я сам ходил по бесплатным билетам, я знаю, что это такое, теперь я не могу ходить по бесплатным билетам, теперь мне надо платить 300-400 рублей, точно так же, как в те матчи, которые были до Фанайди, 300-400 рублей за условные торпеды и еще рублей 700, рублей 900 за локомотив, ЦСКА, Динамо, я на Спартак и Динамо, почему не пошел, ну на Динамо не пошел, потому что дождь был, ливень капец, а на Спартак не пошел, потому что дорого был, ну и по соображениям безопасности дождь, конечно, тоже, но локомотив, я сейчас пытался сдать билет на матч с локомотивом 700 рублей, у меня на данный момент таких денег нет, если появится или если снизит цены, я, конечно, пойду на локомотив, но пока я не могу себе позволить взять билет на матч с локомотивом в октябре 24-го года, поэтому пожалуйста, дорогие зрители, скиньтесь бомжу на пропитание, коль скоро я бомж, скиньтесь на пропитание и на билеты, ссылку на реквизит, если че, забавится в описании, вот так, кто остальные, да, локомотив, великий героический локомотив с великим героическим батраконом затащил пиздец, какой тяжелый матч в Оренбурге, ой, надо память поставить Галактиону за этот матч, локомотив, вы можете сколько угодно быть героями, но в Питере, в Питере вы 90 процентов отлетите, почему? Потому что Зенит в матч с локомотивом будет готов, а когда Зенит готов, тогда от него отлетает, блять, Зенит даже в неготовой форме дома с локомотивом наиграл на ничью, просто круговой скинул криво аут, просто Глушенков был в футболке локомотива, а когда Глушенков был в футболке Зенита, и когда в футболке Зенита еще будет Соголев, Лусяна, Педро, кстати, Педро тогда тоже не играл ни в сентябре, ни в декабре 2023 года, когда все эти люди будут в футболке Зенита, тогда вам ловить нечего, просто все. Когда в ворота Зенита будет стоять не Киржаков, когда в защите Зенита будет не Алип, не Родригал, при всем уважении Родригал, он тогда был на травме, и в сентябре 2023 он был тоже не в форме, когда в Зените будут все люди, вам пиздец, никакой подтраку вам не поможет, максимум, что он может помочь, это выгодить ничью, но я очень надеюсь, что Зенит победит, почему? Потому что я очень хочу закончить этот сезон досрочно, потому что я очень не хочу нервничать, потому что Зенит если нервничает, то он обычно сливает, может Зенит не слить в этом счастливе, конечно может, но я хочу, чтобы перестали ебать мозги, постой паровоз, постой бык, всем стоять, мы идем за золотом в год столетия, и я очень надеюсь, что что Зенит сбросит всех конкурентов с плеч и будет идти уверенно шаг за шагом, тур за туром, на расстоянии минимум двух побед от всех, а то и трех, я очень надеюсь, помимо побед Зенита, что враги тоже будут ошибаться, если мы будем молотить просто как не в себя ближайшие туры, то так или иначе конкуренты пусть даже против своей воли будут уступаться, почему потому что не хочет встречи впереди, если даже не Спартак, то Локомотив и Динава, если даже не Локомотив и Динава, то Краснодар, нам надо просто победить Факел и победить Краснодар, все это будет пиздец как сложно и даже скорее невозможно но надо просто взять и победить если мы хотим дальше идти спокойно надо просто взять и победить уже все